В минувшее воскресенье в ЦДЮТ состоялся творческий отчет Народного театра студии «Дебют». К ответственному мероприятию артисты и руководители коллектива готовились с особым праздничным настроением, поскольку нынче театр отмечает юбилей. Харцизскому Народному театру студии «Дебют» исполнилось 35 лет. День рождения, как и водится в актерской среде, коллектив отметил на сцене. Специально к важному событию в жизни театра его руководители с воспитанниками подготовили для своих зрителей творческий отчет под названием «Дебют. Новая эра». Первым руководителем нашего замечательного, а теперь уже Народного театра студии «Дебют» был Виктор Николаевич Чупико. Он был основателем этого коллектива и 30 лет он неизменно руководил коллективом, воспитал огромное количество детей. Мы, собственно, тоже являемся нынешние руководители дебюта. Мы являемся его учениками, его выпускниками. Огромное ему спасибо за это. Ну, а с чем мы встречаем юбилей? На данный момент в репертуаре, вот вы увидите сегодня 15 отрывков из спектакля. Это то, что сделано нами за последние пять лет. Вот, собственно, пятилетний творческий отчет Народного театра студии «Дебют». За 35 лет у театра появились свои постоянные зрители, свои почитатели. Поэтому в большом зале ЦДЮТ практически не было свободных мест. Пришли на юбилейный творческий отчет дебюта и его выпускники, и коллеги-актеры из театров «Факел» и «Браво». Не обошелся день рождения, конечно же, без цветов и подарков. Ребята, вам хочется пожелать таких же ярких эмоций, таких же волнений внутренних, так как, поверьте, я к этому искусству тоже имею отношение. И очень часто скучаю за теми репетициями, за спектаклями, в которых принимала участие, за программами, которые либо вела, либо принимала активное участие. И находиться на сцене именно в той роли, в которой находитесь вы, очень дорогого стоит. Так как, когда вы повзрослеете и будете только вспоминать о сцене, вы, конечно же, поймете, что это были самые яркие, самые важные, может быть, самые запоминающиеся годы, минуты, секунды вашей творческой жизни. 15 отрывков из 15 спектаклей. Перед юными артистами стояла непростая задача. Им предстояло в течение одного вечера вживаться в разные образы, а в некоторых постановках, к тому же, петь и танцевать. Со сценическими перевоплощениями ребята справились на отлично, что неоднократно подтверждалось восторженными эмоциями зола. Планы наполеоновские. У нас сейчас очень сильный состав, много поющих и танцующих детей. Мы хотим взять в следующем году что-нибудь такое интересное. Ну, вы же понимаете, да, я не буду приоткрывать завесу тайны, но я думаю, что попытаемся чем-нибудь удивить наших зрителей. За три с половиной десятка лет студия «Дебют» выпустила не одну сотню ребят. Кто-то из них связал свою судьбу с театром и кино, кто-то выбрал другой путь. Но в своих видеопоздравлениях, подготовленных к юбилею коллектива, они чаще говорили о том, что театр для них стал вторым домом и целым миром, который поглотил их целиком, полностью и навсегда.